всем доброго раннего утра дорогие мои ну все сейчас сегодня проснулись тем что по всех соцсетях что землетрясение в анталии и по фейсбуку везде и мне начали друзья смс отправить и жив здоров ли там у вас землетрясение ну мне интересно знает я то ничего не почувствовал за все эти годы которые восемь лет здесь живу вот наверное их наверное раз наверное 30 40 а то и больше было говорят ну честно я вам скажу откровенно колхозным языком я ни разу не почувствовал конечно это чувствует махмутларе вот сегодня почувствовали 5 и 3 балла махмутлар кестель волани да и здесь тоже вот люди пишут что в ларе хурме лимане почувствовали люди вот это тряслось говорит шевелилась я вот восемь лет здесь живу наверное я как у христа за пазухой ни разу не чувствую вот это ни разу а блатные где живут а вот и блатные я их называю голожопые вот и для кого-то может быть они богатые никакие не богатые они просто снаружи блестят внутри трясутся шикарных апартаментах живут а жрут салат чтобы этот апартаменты держать что понтоваться что хорошо они живут а я живу хорошо нормально сплю хорошо никаких землетрясения я не чувствовал даже никаких этих я потому что простой человек а простому человеку аллах помогает всевышний всегда рядом вот я живу со всевышним душе и у нас все нормально я ни разу не чувствую ни разу вот за 8 лет ни разу а это где живут блатные около водички как они говорят вот у них там говорят люстры качались туда-сюда вообще анталийский регион он не такой уж сильно опасный как по сравнению со стамбулом с измиром но вот последнее время начало вот это да сейчас и даже в тех местах где вообще не ожидаешь землетрясения сейчас это случается а я вырос родился вырос туркмении когда постоянно это было постоянно это было столица туркменистана шабад вообще в руинах остался сорок восьмом году вот заново восстанавливали ташкент тоже рядом от нас вот так что таких конечно сейчас уже нету землетрясений но земля двигается земля живет и конечно и трясет где-то ничего страшно так что я жив-здоров все нормально я живу очень хорошем районе под названием теперь чего и вам желаю вот если когда-нибудь вы захотите жить в анталии живите к пизде здесь нет и сырости нету и вещи ваши будут сохнут и зимой и летом около водички будете жить даже летом вы постираете ничего у вас сохнуть не буду весь сырость морская а слишком сырость морская этой болезни этой туберкулез это и все остальное море можно купаться искупался позагорал уходи домой уезжай не надо около него жить а мы привыкли хотим чтобы прямо с окна нашего было море желательно с балкона чтобы мы прыгнули в воду это вообще будет круто это супер будет у нас представление о хорошей жизни совсем по-другому понимаете чем-то она похожа на таких это который вот когда-то вот представляли себе люди которые вот малины воровской малины все должно быть так все золото пальчиков и вером перстня кресты и вот это и шикарно чтобы у нас и бассейн и сауна здесь я вам показывала в центре вот где элита анталийская живет там врачи учителя юристы руководители все у них даже все те нет ни бассейнов никаких это не хамамов красота зелень все все а у нас обязательно должна присутствовать а мама мы давно бы тренажер должны быть все должно быть то есть вся жизнь должна быть в отеле жить чтобы вся жизнь на теле отдых синдром вечного праздника а мы живем спокойно вот я со своим друзьям вот у меня много друзей живут диски пизик живем хорошо как у креста за пазухой глубина заложения подпочвенных воде 60 65 метров около поборежья где наши любят покупать миллионы тратить чтобы покупать эти квартиры глубина заложения воды 3 метра 2 метра а то и метр даже некоторые места на общинно насыпной территории построена насыпная просто насыпали вот это потому что там было болото вот так что вот такие дела все хорошо все нормально всех вам благ пока